В последнее время, как я могу судить по разговорам, которые тоже звучат в паблике, люди пытаются ответить на один очень простой вопрос. Вот условные, мобилизованные, которые записывают на камеру обращение, там не обязательно к Путину, но к тем, кто готов это обращение послушать, они жалуются на что? Они в первую очередь жалуются на то, что их плохо готовят, у них нет автоматов. Условно жалуются на то, до чего они могут дотянуться. Потому что, понятно, политические протесты в России уже очень долгое время гоним и представляют банально опасность для здоровья, для свободы и так далее. Есть две позиции, есть два мнения. Люди жалуются на то, что они могут пожаловаться, но глобально у них есть недовольство. Есть те, кто считают, что так-то в целом политического недовольства у этих людей нет, они конкретно банально сейчас жалуются на какие-то бытовые условия. Как ты отвечаешь на этот вопрос? Видишь ли ты зарождающийся протест, хоть и в такой несколько квази-форме, что ли? Или это действительно буквально, что называется, на поверхности болтается и воюет с очень повседневными, очень простыми и банальными вопросами? Я думаю, что хорошо и то, и другое. Любой протест, любое сопротивление хорошо. Даже если это будут какие-нибудь мобилизованные в так называемых Донецкой и Луганской области, даже если они будут там штурмовать границу России, говорят, верните нас с войны, заберите нас с Россией, это хорошо, потому что это позволяет останавливать войну. Но таких требований Кремль не сильно боится. Ну, это решаемый вопрос. Приезжает губернатор, говорит, а давайте вот вам дадим дополнительное амбонирование, форму, найдем что-нибудь. Что-то находит, действительно какой-нибудь дополнительный матрас находит и таким образом сглаживает вот этот протест. Он их не пугает. Пугает их политические требования. Если вы хотите, действительно, не боитесь выступать с политическими требованиями, ваш голос будет, вашего голоса они будут бояться гораздо сильнее. Они будут делать все, что угодно, лишь бы вы не заявляли свои политические требования. Мы это видели много раз по различным абсолютным митингам. Они бы боялись там хабаровских протестов, боялись протестов в Архангельске, потому что там были в том числе и политические требования. Многие другие протесты они легко подавляли. И поэтому какой-то, еще раз, хорошо и то, и другое. Если вы считаете, что страшно идти с какими-то требованиями, да, ссылайтесь на то, что вам дали ржавый автомат. Это все равно останавливает от того, что вас сейчас прямо повезут на фронт. Но не удивляйтесь, если вам почистят автомат, чуть-чуть эту ржавчину счистят и дадут чисто и скажут, ну, теперь иди, что ты жалуешься, ты жаловался, что у тебя ржавый автомат. Теперь иди с почищенным автоматом. Такое может случиться. Поэтому лучше протестовать с политикой. Это эффективнее и позволит вернуть вас... Ну, очень сложно отправлять человека на фронт, который говорит, а я вообще, не знаю, я против войны, я украинец. А другие его коллеги говорят, так он против, он... Как мы с ним пойдем на фронт? Посмотри, я с тобой сейчас здесь поспорю, и не только потому, что подавляющее большинство историй людей, которые отправились на фронт вне зависимости от своего желания, они звучат примерно следующим образом. Я не хочу, у меня нет желания идти воевать, но что, я не мужик? Я что, прятаться буду? Условная история 42-летнего многодетного отца, который работал в МЧС, по-моему, где-то в Пензенской области, которого мобилизовали как раз, и он погиб в начале ноября, вот буквально этими же словами его жена пересказывала журналистам позицию. Прятаться не буду, условно. И ты сейчас от людей, которые практически всю свою сознательную жизнь не участвовали в политике, просишь политического участия, политического протеста. Как этот политический протест должен сформироваться? Он же не может взяться из ниоткуда. Как помочь этим людям, возможно, сформулировать их требования, какие у них для этого есть ресурсы? Есть ли желание, в первую очередь? На самом деле, вот есть такие телеграм-каналы или твиттер-аккаунты, там типа «На слабой» или «Подержи мое пиво». Я не знаю таких телеграм-каналов. Очень сильно, ну где люди совершают какие-то глупости, эта глупость заканчивается очень плачевно. Они там, не знаю, разбегаются, прыгают с этажа в бассейн и не попадают в этот бассейн. Не повторяйте, пожалуйста, то, что вам сейчас рассказывает Иван. Абсолютно. Так вот, из серии «Что я не мужик» это вот прямо из этой же серии. Сделать глупость, совершить преступление, а потом погибнуть на фронте. Совершенно аналогичная вещь. Ну, это глупость, которую вбило государство. Я не знаю, образование какое-то, что «Что я не мужик». Ну, думать прежде всего нужно своей головой и ценить свою жизнь, а не совершать каких-то ошибок, глупостей, совершенно непонятно за что, совершая преступления на чужой неправильной войне. Это не наша война, это неправильная война, не война за защиту Отечества, совершенно очевидная вещь. Что касается политических требований, достаточно заразно. Ну, если кто-то начинает это обсуждать, они же внедряют каких-то своих шпионов, каких-то своих агентов, именно чтобы поменьше обсуждали, поменьше думали, поменьше разговаривали с собой. Нужно просто поговорить с одним. А ты хочешь умереть? А вот статистика такая. А вот там 50 тысяч уже погибло российских солдат. И я не хочу. А давай сбежим. Вот там сбежало 20 человек. Ну, молодцы. Сколько случаев, которых мы не знаем. Да, это же показательные случаи вот этих двух человек, человек, которых на плацу арестовали. Ну, для чего? Их же потом вернули. Так вот именно. Но для чего? Для того, чтобы запугать весь этот строй. Но я все равно с тобой не соглашусь. Мобилизованные, которых мы условно показывали в тех же вечерних эфирах, они не говорят, я не хочу воевать. Они говорят, у меня плохой автомат. Меня поселили с болеющим мобилизованным, и теперь у нас весь барак болеет. Вот их претензии. Где здесь политика? Хорошо, если он откажется воевать из-за того, что у него плохой автомат, всем же от этого лучше. Он не убьет ни мирных людей, ни украинцев, никого не убьет. Он прекращает воевать. Он менее эффективная единица. Лучше же это? Лучше, конечно, война скорее прекратится. Поэтому пусть протестуют из-за формы, ржавого автомата, из-за чего угодно. Это помогает остановить войну. Потому что война может закончиться двумя способами. С одной стороны, украинские силы победят на поле боя. Погибнет еще больше и российских солдат, и украинских солдат. Украинцы победят. Хорошо, что победа. Но погибшие жизни не вернуть. Второй способ, это если армия отказывается воевать. Неважно по каким причинам. Хорошо, если она откажется воевать, и в итоге будет спасено большое количество жизней украинцев, большое количество жизней российских солдат. Третий способ, это переворот в России еще лучше. Потому что еще лучше и сознание, и сознание у людей поменяется в сторону свободы, в сторону защиты своих прав, и жизни сохранятся. Ну вот сегодня бы, не знаю, или Путина табакеркой. Переворот, то же самое. Случилось бы это сегодня, но война бы завтра прекратилась. Иван, у меня флэшбеки, честно говоря, и мои флэшбеки отсылают меня к нашему с тобой эфиру, который был много-много-много месяцев назад. Примерно в это же время была такая большая общественная дискуссия. Спасет ли смерть Путина ситуацию, немедленная смерть, или нужно все-таки, чтобы политическая и физическая жизнь Путина закончилась в зале суда, и пришло вот это всеобщее осмысление ошибок, преступлений, которые были совершены от имени страны, гражданином, которой ты являешься. И вот твой план, который ты сейчас предлагаешь, условная табакерка, это же прекрасная почва для огромного количества конспирологии, которая потом будет жить, обвинять кого угодно в том, что не дали царю закончить свой великий проект, а был бы царь, все было бы совсем иначе. Разве это справедливое решение? На самом деле мне все равно. Для меня важны человеческие жизни. Вот если мы таким образом, табакеркой, решим вопрос со спасением даже одного человека, то какая разница, какая там конспирология, идеология, разборки потом. Глобально все равно. Во-первых, и тут же хорошо, и преступник наказан. Да, он может быть не прошел эту скамью подсудимых, унижения, и все равно. Но плевать, если мы сохраним там жизнь кого-то, ребенка, взрослого человека, неважно кого. Вот я придерживаюсь этого пути. Если мы можем сделать что-то, я не знаю, что угодно. если война может остановиться, я уверен, что война остановится, если Путину там физически не будет, если что-то с ним даже произойдет, он исчезнет, улетит на другую галактику какую-нибудь. Я бы пошел на это ради сохранения жизни, потому что это гораздо важнее, чем даже какое-то такое физическое страдание для него. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку спасибо под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok